На днях в ССУ поставили сразу три достижения мирового уровня. Такого никто и никогда не делал. Это новейший российский зенитно-ракетный комплекс С-350 «Витязь». Эдакий фирменный конек российского ПВО. Там таких штук было всего-то шесть в прошлом году. А тут одну вот тупо вот так вот прибили. Хотя она, кстати, и предназначалась для замены С-300. Ну, как говорится, все равно что новое, но от дрона все равно, конечно, не спаслась. Да еще и против обычного дешевого FPV-дрона. Это даже как-то унизительно. И это мировой рекорд по нанесению урона дронам. Потому что стоит такое ПВО около 130 миллионов долларов. А вот беспилотник, ну, несколько сотен и то максимум. А ведь именно украинцы первыми додумались использовать такие гражданские FPV-дроны в бою. И удивляют, и учат, кстати, тоже весь мир. А еще в ССУ сбили вертолет Ми-8. И, конечно, можно было бы подумать, что, ну, и что, как будто бы это впервые. А вот в том-то и дело, что действительно впервые. Потому что сбили, вот не угадаете чем, Хаймарсом, реактивной артиллерией, причем даже не на аэродроме. Как? Ну, сперва была разведка беспилотником. А потом быстрая передача координат и очень точный выстрел. Ми-8 даже пикнуть, так сказать, не успел и взорвался в дребезги. Вы представляете, какая это слаженность аэроразведчиков и артиллеристов. И какая точность. Уровень богов, уровень ВСУ. Ну, знаете ли, немножко отличается от вот этого вот. Это вертолет захватчиков. Упорно пытается потопить еще один украинский беспилотник Камикадзе. Но теперь уже морской. Получается, у него, ну, сами видите. Потому что по такому маленькому, юркому, но смертельно опасному действительно попробуй еще попади. И, кстати, в морских дронах Украина тоже впереди всей планеты.